Всем привет, друзья! Это канал Диктатура Закона. Мы заметили одну тенденцию, что у нас в Казахстане почти все онлайн займы находятся в руках Усмановой и Жагапаровой. Даже если вы оформились через интернет, какой-нибудь организации, то после все это благополучно типа продается этим двум женщинам. Делается это либо для того, чтобы скрыть налоги, либо увести концы в воду. А быть может эти предположения работают оба вместе, но сегодня Усманова пришла в суд и проиграла. Прям в сухую. Вообще ничего не взыскала. Ни копейки. Да, друзья, онлайн займ был похоронен. Команда наших юристов создает судебные прецеденты. Но это когда судебные решения выносятся немножко нестандартно, по-другому, непривычно. И именно это такой случай, когда такие решения могут быть источником ваших прав. Да, ребята, вы не ослышались. Вы можете брать в статьи ссылки на законы с этого судебного решения и выигрывать дела. Как мы достигли этих результатов, разбираем в этом видео. Поехали! 3 мая 2017 года наш клиент получил займ в ТО «Софита» 46 тысяч тенге по 27% на 30 календарных дней. 28 февраля 2018 между ТО и ИСЦом Усмановой был заключен договор уступки прав требования, цессии, согласно которому права требования по договору уступлены ИСЦу. Здесь видно, что займ из одних рук перешел в другие руки. То есть ТО избавилась от этого кредита и передала физическому лицу госпоже Усмановой. Здесь суд согласился со статьей 735 Гражданского кодекса, где установлено, что должник обязан произвести платеж при условии, если он получил письменное уведомление об уступке этого денежного требования. Если отсутствует документ, подтверждающий получение ответчиком уведомления о смене взыскателя, то это означает, что наш клиент вполне правомерно и вполне законно отказался от выплаты долга. А че так можно было что ли? Друзья, давайте вернемся к самой сделке, когда на нашем горизонте вместо ТО появилась госпожа Усманова. Суд тоже дает этому правовую оценку. 28 февраля 2018 года между ТО и ИСЦом был заключен договор цессии, согласно которому правообладателем договора является ИСТЕЦ. Из пункта 1.1 договора цессии следует, что по состоянию на 28 февраля 2018 общая сумма уступаемых по данному договору прав требования составляет 1 млрд 40 млн 601 083 тенге. Согласно пункту 3.1 этого же договора цессии, цессионарий ИСТЕЦ приобретает эти право требования от цедента за сумму равную 192 млн 506 500 тенге. То есть кредитный портфель к тому моменту достиг 1 млрд тенге. Зачем платить налоги? Давайте все это лучше благополучно продадим за 192 млн тенге. Смеем мы предположить. Но естественно наши юристы докопались и попросили подтвердить, а действительно ли Усманова платила эти несчастные 192 млн тенге. Эх, оказалось, что нет. Из СОН в суд не предоставлены достоверные доказательства, подтверждающие право выкупа УТО суммы долга по уступаемым правам требования, в том числе по договору, заключенной между ответчиком. Как итог, друзья, суд решил отказать в удовлетворении исковых требований Усмановой Асель Сдыковны о взыскании задолженности. А договор займа, заключенный между товариством с ограниченной ответственностью Софита, был признан недействительным и ничтожным. Вот так вот, друзья, два точных вопроса и яркое несогласие с ростовщиками сделает вас почти неуязвимыми. Спасибо за просмотр. Пользуйтесь законами, пока это возможно. Пиши комментарии. Надолго не прощаемся. Пока.